Привет! Как дела? Сегодня хочу рассказать вам о том, как я стала фанатом футбольного клуба Челси. Начну с того, что футбол я в принципе не смотрю, кроме чемпионатов мира, чемпионатов Европы и олимпийских футбольных матчей. Там я, естественно, болею за российскую команду, за английскую команду, за немецкую, в общем, за несколько лидерских команд. Ну, естественно, если Россия выпадает, то болею за Англию, если Англия выпадает, то за Германию и так далее. Но суть не в том. Суть в том, что пока я жила в Англии, каким-то образом я так вот конкретно попала именно в зону фанатов клуба Челси. Во-первых, по английским традициям и законам, в каком районе ты живешь, такой клуб ты и поддерживаешь. В основном я жила как раз в западных районах, в Фуллом Челси, Кенсингтон Хаммерсвитт, вот в том таком райончике. Там только два футбольных клуба, это Фуллом и Челси. И так как я люблю синий цвет в одежде, я стала поддерживать этот клуб. Вот купила себе такую шапку, еще у меня была бейсболка, в Питере вот сейчас хожу по осени, и мужчины все так смотрят на мой логотип и думают, «Зенит, что ли?» или «СКА» хоккейная команда. А нет, тут написано «Челси» футбольный клуб. В общем, привлекаю внимание своей шапочкой. Кроме традиций, где родился за тот клуб и болеешь, у меня еще было две семьи, где были два мальчика, которые тоже поддерживали этот клуб. Ну, как бы мне приходилось с ними об этом тоже немножечко разговаривать и стирать их футболки. У них у всех были футболки, у меня, правда, не официальная футболка, просто адидасовская. У меня была еще ярко-синего такого цвета, любила я в ней ходить. Но, как бы, Челси, Челси всегда вот на слуху, мой любимый район Челси. В общем, стала я футбольным фанатом. Но не то, чтобы фанатом. Если честно, я никого не знаю из футбольного клуба Челси, ни одного футболиста. Знаю, что им владел Роман Абрамович, по-моему, недавно он продал. А может быть, сейчас продает, не уверена так, по слухам только ориентируюсь. И знаю, что одним из успешных тренеров этой команды стал Хосе Мауриньо, которого я видела на параде победы 2015 года. Вот, наверное, с этого парада победы все и началось. Когда я была уже репортером, только начинала свои шаги в репортерской деятельности, я услышала о том, что Челси стала победителем английской лиги чемпионов в 2015 году, 2014-2015 год. И что будет проходить парад в Челси, на который я поехала попробовать что-либо заснять. Ну, празднества и даже футболистов, может быть, увидеть. Чемпионат проходит в течение всего года и заканчивается в мае месяце. И вот к маю я всегда жду объявления, кто станет чемпионом английской футбольной лиги. Вот в 2015 году я прочитала, по-моему, в газете объявление о том, что будет проходить этот парад. И решила пойти туда посмотреть. Пришла, естественно, заранее, как всегда, потому что репортер всегда должен прийти за 2-3 часа, чтобы найти хорошую позицию, откуда он будет снимать свои фотографии, свои видеоролики. Если он неаккредитованный, то есть фрилансер такой. Встала прямо напротив клуба, чтобы я видела, кто будет выезжать. Я вообще не знала, как это все будет происходить. Возможно, они пойдут пешком, возможно, на автобусах. Я тогда вообще ничего не знала о парадах победы футбольных клубов. Поэтому снимала всех подряд. Там какие-то машины выезжали, заезжали. Написано было VIP. Думала что-то увидеть сквозь окна этих машин. Но для того, чтобы снимать сквозь окна машин, нужен специальный фильтр. У меня такого нет. Поэтому, что я там увидела, в машинах никого не было, только водители. Часа 2, пока мы стояли, люди, фанаты в футболках, с флагами, с шарфиками. С чем только не приходили. Даже на очках было написано. Челси, чемпион 2015 года. Тут начались какие-то речевки, какие-то гимны они распевали. Что-то мне удалось заснять, но буквально из видео у меня всего два ролика. Вот смотрите. В двухчасовой период, пока я стояла ждала, я увидела, что люди начали кидаться сельдереем. И достаточно сильно кидают в других людей. Я так удивилась, зачем это. Потом я осознала, что это наверняка какая-то традиция. И тут я немножечко решила заглянуть в гугл и посмотреть, почему же фанаты Челси кидаются сельдереем. По этой традиции я нашла несколько версий. И одна из них, мне кажется, самая правдоподобная. В 80-е годы, когда Челси играла с футбольным клубом Джиллингема, фанаты Челси были удалены со стадиона за неподобающее поведение. Так как стадион находится рядом с сельдереевым полем, фанаты могли вернуться только пройдя через него. Когда они вернулись на трибуну, они собрали с собой очень много сельдерея и стали кидаться в игроков, в других фанатов. В общем, на все поле закидали сельдереем. С тех пор фанаты обеих команд стали кидаться сельдереем, и вот свершилась такая традиция. Другие варианты у фанатов Челси есть песня, называется «Сельдерей», «Силери». Ну и там поется о том, что если ты там не будешь делать то, то я отпорю тебя сельдереем. Что-то типа того. Но не думаю, что эта традиция связана именно с этой песней. Потом уже песню, я думаю, переделали под эту традицию. Ну и там еще несколько таких вариантов, поэтому я думаю, что самое правдоподобное, это вот в 80-е годы, когда они играли с Джиленгемом, случилась такая история. И с тех пор фанаты Челси стали часто кидаться и друг в друга, и в игроков, и на поле этим сельдереем. После чего за неспортивное поведение фанатов предупредили, что если они будут кидаться, Челси лишат званий. В общем, забанили этот сельдерей на стадионах. Но за границами стадиона, естественно, фанаты продолжают кидаться этим сельдереем. И вот на парадах победы, на парадах чемпиона, они также закидывают друг друга сельдереем. Кидают они очень сильно, и если попадет в глаз или еще куда-то, можно получить синяк. Так вот, когда они выезжали со своего стадиона и ехали по фуллам, как бы делали такой круг почета, я стояла как раз напротив, у меня с моей, опять же таки, камерой с 300-метровым зумом получилось издалека уже захватить первый автобус и кто на нем стоял. То есть там стояли футболисты и держали кубок. И когда они уже заворачивали, тоже пару крупных фотографий я схватила. Потом они уехали, и все, я не знала, что делать. В итоге я побежала, как и вся толпа, за этим автобусом. И примерно я знала, что они будут еще останавливаться, делать остановку и какое-то там интервью, не интервью, но какие-то репортажи будут вести с парка, который находился на их маршруте. Парк назывался Эльбрук Коман. Я примерно знала, где это находится, так как я уже в фулламе жила и знала этот район. Там уже скопилось несметное количество людей, и мне пробраться в первые ряды было никак. Там и дети, и взрослые, все разодетые в разные костюмы, фанатские, с шариками, даже дирижабельные там над парком. И написано было Челси чемпион 2014-2015 года. То есть я стояла в месте, где передо мной стояло еще, наверное, человек пять в ширину. Но сквозь деревья, сквозь листву что-то мне удалось заснять. Там и футболисты, они давали какое-то интервью, рассказывали какие-то истории. И также я увидела Хосе Маурини, которого я наконец-то признала. Потому что других футболистов, возможно, они все известны, и как бы вы знаете их, а я никого не знаю. Но я знала, что я снимаю в тот момент чемпионов английской лиги. Поэтому это мероприятие мне тоже очень сильно запомнилось. Я очень хотела посетить его еще раз, когда уже стала более профессиональным репортером, когда уже стала снимать больше видео, чем фотографии. Но, к сожалению, в 2017 году, когда они опять стали чемпионами, случился теракт в Манчестере, и парад победы отменили. Кстати, в Манчестере, в музее футбола, хранится этот кубок Лиги Чемпионов, английской Лиги Чемпионов. Его можно всегда увидеть, если он не путешествует, то он всегда станет там. О Манчестере я тоже вам буду рассказывать, потому что мы ездили туда с друзьями. Была очень интересная, хорошая поездка. Правда, в марте было холодновато. Но там был стадион Манчестер Юнайтед. Тоже интересная штука. Вообще о футболе много что могу рассказать. В плане не самого футбола, а где что находится и где что можно посмотреть. Ну так вот. А потом еще, по-моему, они после 2017 еще раз стали чемпионами. Но я уже не знала, не отследила. По-моему, не было парада именно в Челси. Возможно, он был где-то в другой стране. Или просто они решили его пропустить. В общем, парад в 2015 году только мне попался, мне запомнился. И с тех пор я как бы стала ярым фанатом английского клуба Челси. Вот пока и все, что я хотела вам рассказать об английском футболе и о клубе Челси. Если у вас есть какие-то вопросы или какие-то пожелания, о чем вы хотели бы услышать от меня, задавайте, не стесняйтесь в комментариях. И подписывайтесь на мой канал, если вам это интересно. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok